МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Алматинском аэропорту встретили бронзовых призеров Олимпиады в Токио Игоря Сона и Зульфию Чиншанло. Коронавирус без боя не сдается. Министр здравоохранения Алексей Цой считает, что рост распространения коронавируса происходит из-за низких темпов вакцинации. Музыка нас связала. Необычная музыкальная акция прошла на улицах Таудокургана. Призеры Олимпиады Игорь Сон и Зульфия Чиншанло вернулись на родину. Оба тяжелого атлета представляли в сборной Казахстана Алматинскую область. Они покорили пьедестал почета на 32-х летних Олимпийских играх в Токио и привезли в Казахстан бронзовые медали. Игорь Сон завоевал бронзу в весовой категории до 61 килограмма. Следом за ним именитая Зульфия Чиншанло выиграла третью по счету медаль для Казахстана. Она стала призером в весовой категории до 55 килограммов. Казахстан встречает своих героев спорта. В аэропорту города Алматы приземлился самолет, на борту которого прилетели бронзовые призеры Олимпиады в Токио. Тяжелоатлеты Зульфия Чиншанло и Игорь Сон. Олимпийские подмостки разделили сильнейшими тяжелоатлетами планеты, тем не менее сумели противостоять жесткой конкуренции и добыли заветные медали. На родине их встретили преданные поклонники, близкие, родные, а также представители Акимата Алматинской области. Сразу же после приземления самолета герои Олимпиады встретились с журналистами на пресс-конференции, организованной прямо в аэропорту. Смущенные большим вниманием и уставшие после длительного перелета, они коротко ответили на вопросы. Игорь Сон признался, что не ожидал, что одержит победу. Во время выступления он очень сильно волновался, но собрался мысленно и смог поднять заданный тренерами вес. Отметим, принесший ему бронзу 294 килограмма, штангист поднял впервые. Теперь это его личный соревновательный рекорд. Было непонятно. Я еще тогда не понял, что произошло. Ну, конечно, боролись за медаль. Мы, конечно, планировали, если подвернется такой шанс, будем бороться за медаль, конечно. И тут, ну, как получилось. Мы, конечно, боролись. Воспитанник Уштубинской школы тяжелой атлетики добавил, что планирует продолжить свой спортивный путь. Он хочет встретиться на помосте с сильными атлетами и побороться за олимпийское золото. Если у Игоря Сона эта олимпиада была дебютом, то для Зульфии Чиншанло летние игры в Токио уже вторые в ее жизни. Напомним, представительница Алматинской области единственная штангистка, которая после скандала с допингом продолжила свою спортивную карьеру. Причем весьма успешно. Ее бронзовая медаль на вес золота. Ведь возвращение на помост после дисквалификации далось ей нелегко. Очень трудно было. Это процесс очень-очень трудно был. Поэтому сегодня для меня бронзовая медаль уже отличная. У выхода из аэропорта спортсмена встречали как национальных героев. Около VIP-входа их ждали более ста человек с цветами, плакатами и шарами. С приветствием ко всем собравшимся выступил казахстанский тренер по тяжелой атлетике Алексей Ни, воспитавший Илью Ильина, Светлану Подобедову и других чемпионов. Он сказал, что блестящее выступление Сона и Чиншанло – это победа всей тяжелой атлетики Казахстана. Сон прорвался. Игорь ехал, но я думал, что будет он в шестерке, это будет хорошо. Потому что я знал всех соперников. Там и чемпионы мира, и призеры Олимпиады, там сильные были ребята. И в итоге первое и второе место разыграли, а за третье боролось пять человек, в том числе Игорь. И тоже тренера тактически очень грамотно разыграли все там. Хоть не засчитывали ему там, тоже два подхода не засчитали. Но в итоге он поднял столько, что соперники потом не смогли. Ни японец, ни Саудовский Аравий не смогли. Игорь, он уроженец в Суштобе. Они оба представляют Алматинскую область. Я очень благодарен Акиму, начальнику управления спорта. Всем, кто пять лет ее поддерживал и кто Сона в Суштобе, начиная, воспитывал. Область – это одна из ведущих. В копилке Казахстанской национальной сборной на сегодняшний день три награды. Напомним, первую бронзовую медаль в копилку команды на 32-х Олимпийских играх принес дзюдоист Ильдос Сметов. Лилия Штогрина, Мадибай Бусынов, телеканал ЖТСУ. А тем временем казахстанский лучник Ильфат Абдулин продолжает борьбу за медали в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх 2020 в Токио. Представитель Алматинской области квалифицировался в 1-8 финала. Воспитанник одной из талдыкурганских спортивных школ смог отлично выступить, одержав победу над оппонентом из Нидерландов Стивом Вилжером. Итоговый счет составил 6-4. Напомним, чемпион Казахстана, призера азиатских игр Ильфат Абдулин в 2017 году в составе команды стал победителем этапа Кубка мира. А в прошлом году вместе с ведущими лучниками ЖТСУСКОГО региона Денисом Ганькиным и Санжаром Мусаевым смог вернуть Казахстан на главные старты четырехлетия. В этом виде спорта Казахстан не бился за награды Олимпийских игр уже 20 лет. Кипит ситуации в стране. Сразу 7479 казахстанцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки. В настоящее время лечение от опасной инфекции получают более 90 тысяч человек. Из них 154 заболевших в крайне тяжелом состоянии и подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Статистика неутешительна. Число зараженных коронавирусом в стране на сегодня более 557 тысяч казахстанцев. По сравнению с июнем среднесуточная заболеваемость выросла более чем в пять раз. Ковидные стационары переполнены, что привело к перегрузке системы здравоохранения. Мездраве подчеркнули, почти все заболевшие не вакцинированы. В зоне повышенного риска заражения коварным недугом ряд таких городов, как Нурсултан, Шымкент и Актубе. А согласно матрице эпидситуации, 16 регионов страны находятся в красной зоне. И только Туркестанская область в желтой. В данное время система здравоохранения в сравнении с прошлым годом работает с удвоенной нагрузкой. Если в прошлом году заболеваемость составляла до 2000 человек в сутки, то в июле текущего года рост составил более чем в три раза, или 6925 человек. В два раза увеличилось и число пациентов, находящихся на лечении. Тому причина – несоблюдение гражданами санитарных норм. Казахстанцы продолжают массово посещать заведения, перестали носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Так, по ошибку выявили более 23 тысяч посетителей с опасным статусом. Из них почти 14 тысяч с положительным ПЦР-результатом. Так, на сегодняшний день использовано 8,6 миллионов доз вакцины. Из них первым компонентом привито 5 миллионов 230 тысяч 750 человек, что составляет 52,8% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 3 миллиона 436 тысяч 617 человек. Тем не менее, злейший враг современности не дремлет, а потому Алексей Цой принял решение увеличить количество коек в стране в полтора раза. На сегодня инфекционный коечный фонд заполнен на 53%, реанимационное деление – на 49%. А учитывая нынешнюю удручающую эпид-обстановку, единственным эффективным способом навсегда оставить пандемию в прошлом, санврачи называют присвоение гражданами коллективного иммунитета. В этом плане наша страна приблизилась к намеченной цели уже почти на 53%. Не остаётся в стороне от вакцинации и Алматинская область. Здесь она вступила в активную фазу. Первым компонентом уже привито порядка 550 тысяч житесустцев. Более 330 завершили иммунизацию двумя компонентами. Таким образом, можно смело сказать, что план по вакцинации населения выполнен почти на 50%. Кроме того, только с начала недели от коварной болезни привились 400 человек. Если ранее получить свою дозу вакцины стремились врачи и педагоги, то сейчас рядовые граждане заботятся о своей безопасности. Мы сейчас все должны активно вакцинироваться. Не стоит бояться прививок. Ведь даже новорожденные получают вакцину. От корей, краснухи, скарлатины. Для удобства наших граждан по городу открыто более 10 прививочных пунктов. Уже около 55 тысяч граждан прошли здесь полный курс вакцинации. Мир без ядерных испытаний. Выставка под таким названием проходит в Семее. Она посвящена 30-летию закрытия ядерного полигона, передает Хабар-24. В экспозиции представлены более 20 работ, отображающих последствия взрывов. Среди них скульптуры «Ядерный грипп на животных», «Слезы матери» и «Мальчик-инвалид». Эти работы уже высоко оценили известные художники и скульпторы. Авторы работ Курмана и Мухамбетов признаются, что материал для скульптур, бревна и коряги он собирал на территории бывшего Семипалатинского полигона. Некоторые из них будто сами говорили о том, что пришлось испытать местным жителям. «Я лишь передавал им отчетливый набросок», рассказывает скульптор. Пользователей социальных сетей шокировало видео, где парень ударил официанта в Алматы за то, что тот пролил на него напиток, передает закон КИЗ. В департаменте полиции Алматы изучили детали и установили личность нападавшего. Мужчина был доставлен в участок Меделлского района для участия в следственных действиях. Виновный будет привлечен к ответственности, отметили в ведомстве. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Житель Атырау обокрал пенсионера. Грабитель выхватил телефон у 70-летнего мужчины и скрылся с места инцидента. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Подойдя к пенсионеру, он душит его, а потом валит на землю. Пока пожилой мужчина пытается подняться, грабитель обыскивает его карманы. Полиция провела оперативно-поисковые работы и сразу задержала подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Атырау. В настоящее время проводится расследование инцидента. Качество оказания госуслуг в Алматинской области значительно выросло. Об этом стало известно на 31-м отчетном заседании комиссии областного партийного куратора. Лишь за первое полугодие текущего года местными исполнительными органами по Алматинской области оказано 5,5 миллионов государственных услуг. Более 90% из них предоставлялись в электронном виде. Также в аналогичном периоде прошлого года услугодателями региона было оказано почти 2,5 миллиона услуг. Свыше 80% из них в электронном формате. Отметим, что помимо зданий ЦОН по области действует 2111 уголков самообслуживания. Партия Нур-Утан совместно с Агентством по делам государственной службы организовывают онлайн-встречи с гражданами и прилагают все усилия, чтобы решить насущные вопросы населения. Я считаю, что на каждом предприятии, пусть это госпредприятие, пусть это какое-то частное предприятие, везде должны быть такие советы, которые должны возглавлять непосредственно руководство. Я говорю, чтобы у всех была горячая линия, чтобы у всех были отчеты в соцсетях, чтобы была своя страничка обязательно, да, в Инстаграм, чтобы они полностью свою работу освещали по противодействию коррупции, и чтобы любой житель этого района или города мог обратиться по каким-то сигналам, может быть, возможно, какие-то факты, да, коррупционные. Стать виртуозным кубазистом или дамбристом за кратчайшие сроки легко, причем абсолютно бесплатно. Молодежный центр Талдыкургана запустил курсы по игре на казахских народных инструментах. Принять участие в онлайн-обучении может любой желающий. Все, что для этого потребуется – искреннее желание овладеть языком выбранного инструмента и одновременно с этим приобщиться к казахской культуре. А чтобы вызвать к ней интерес у населения ЖТСУ, специалисты центра провели необычную музыкальную акцию на одной из центральных улиц города, где приглашенная профессиональная кубазистка с 12-летним стажем своей игрой на струнном инструменте продемонстрировала всю красоту и колоритность звучания кубыза. На своеобразной сцене прозвучали как классические произведения, так и мотивы полюбившихся молодежи современных песен. Отмечу, в ресурсном центре имеются также бесплатные курсы английского языка и дебатные кружки. Наша молодежь, несомненно, идет в ногу со временем. Но многие ребята в нескончаемой погоне за трендами забывают о богатом наследии предков. Чтобы культура, а также традиции и обычаи нашли дедов и прадедов, не предались завдению, мы запустили эту акцию. Пока наша юная кабазистка демонстрировала игру на инструменте, которую, к слову, и будет преподавать на курсах, всем заинтересовавшимся мы раздали более 300 листовок. С начала купального сезона на водоемах Алматинской области утонуло 34 человека, 9 из них дети. В этой связи с службами спасателей ведется усиленная профилактическая работа. Это касается как пляжей на естественных водоемах, так и оборудованных бассейнов. В этот раз сотрудники ЧАЭС провели беседу среди отдыхающих в селе Шонжил Игурского района. Этот бассейн – самое популярное место отдыха на воде. Однако на частных владениях не всегда есть спасатели. Служба ЧАЭС информирует отдыхающих о мерах безопасности и помощи утопающим, чтобы каждый купающийся не забывал о том, что со стихией шутить нельзя. На сегодняшний день в Игурском районе не зафиксировано ни единого несчастного случая на воде. Сотрудниками службы ЧАЭС, полиции местных властей предпринимаются все меры для сохранения данных показателей. На сегодняшний день информационные памяти уже получили более 3,5 тысяч жителей. Работа в этом направлении будет продолжена до окончания купального сезона. 11 пожаров зарегистрировано в Аксусском районе с начала этого года. Из них 6 случаев возгораний в жилом секторе и 1 на территории крестьянского хозяйства. Сотрудники ЧАЭС предупреждают об осторожном обращении с огнем. С наступлением пожароопасного периода в этом районе за последние полгода зарегистрировано 4 случая возгорания автотранспорта. К счастью, без человеческих жертв. Основной причиной воспламенения машин стало короткое замыкание электропроводки. На сегодняшний день специалисты ЧАЭС провели 156 собраний среди жителей частного сектора с охватом более 2700 человек. Совместно с районной полицией спасатели провели 59 рейдов. Не забыли и о профилактических мероприятиях в местах скопления отдыхающих. Так участники рейда объяснили и раздали всем листовки с предупреждениями о пожарной безопасности. Эти работы будут проводиться до конца пожароопасного периода. Мы побеседовали с отдыхающими об опасности купания в местах. Для этого не предусмотрено. Предостерегли о возможных последствиях необдуманных действий, которые могут обернуться трагедией. В провинции Анталии вспыхнул сильный лесной пожар. Огонь разгорелся сразу в четырех местах на курорте Манавгат. В администрации провинции заявили, что это самый масштабный пожар, с которым они когда-либо сталкивались. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра. Окрестности затянуло дымом, который заметен в десятках километров от охваченных пожаром территорий. Информации о возможных жертвах не поступало. Пострадали более 50 человек. Эвакуированы жители четырех районов. А также в борьбе со стихией задействованы самолет, 19 вертолетов, десятки единиц техники и сотни пожарных. На литовско-белорусской границе за минувшие сутки задержано рекордное число беженцев. Власти Литвы сообщают, что смогли остановить 170 человек. За текущий год общее число нелегалов, идущих транзитом с территории Беларуси, уже превысило 3 тысячи. Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной организации транзита для мигрантов, стремящихся проникнуть в Евросоюз. Литва не готова к приему такого числа людей. Главным образом это выходцы из стран Азии и Африки. Планы по организации центров временного приема наталкиваются на протест местного населения. В Магаданской области выпал снег. Видеороликами с заснеженного перевала Дедушкина-Лысина, который находится на 243-м километре федеральной трассы Колыма, обмениваются пользователи соцсетей. Они сетуют на то, что короткое магаданское лето, похоже, закончилось. Как сообщили специалисты, снегопады на севере региона в конце июля-начале августа – обычное явление. Оно происходит в это время почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди. Такой бывает информационная картина к этому часу. Смотрите программу новостей ежедневно в 21.30. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин